Девушки отдыхают Добро пожаловать в очередной дрищный обзор Поехали! Если хотите заказать вот такую футболку, то добро пожаловать! Ссылочка внизу, а также помещу вот здесь Ребята только начинают, надо их поддержать Выпускают футболки с тематикой, посвященной страйкболу Выбор, конечно, сейчас не шикарен Но всегда можно зайти и предложить свой вариант А за него проголосуют И вполне возможно его выпустят тираж А также все желающие могут поучаствовать в конкурсе Чтобы выиграть полный комплект униформы Это от нашего маленького информационного спонсора Вот их логотипчик, страйкболь А ссылочка на само мероприятие будет внизу Ну и, наверное, вот здесь тоже я помещу Ну а теперь о наболевшем В моих руках находится электропневматический привод От компании Цима Реплика пустынного орла Самая хреновая вещь, которую я видел За всю историю в страйкболе Да, даже та самая MP5 Вот в той же компании Цима Была лучше Да, конечно, я утрирую Она намного была хуже Что из себя представляет данный агрегат? Это электропневматический привод Что это значит? А значит, что внутри есть гирбокс и батарейка Да, пистолет с электропневматическим приводом Если кто еще помнит, мы обозревали нечто подобное Вот прямо тут Блок 18C от той же компании Цима Так что я могу сказать по этому поводу? Да, практически ничего нового Кроме абсолютно новой формы В которой исполнен этот десерт игл Внешне он повторяет форму легендарного тупого пустого орла Да, не пустынного, пустого тупого орла Крайне тяжелая и тупая штука А в исполнении Цима он приобрел дополнительный идиотический образ Почему? А вот почему Итак, пустынный орел от компании Цима Что он из себя представляет? Пластиковый корпус? О, боже мой Прорезиненная ручка? Ну, хоть что-то И металлический затвор? Затвор типа фикс Ах, ты же ёкарный бабай Блоу-бэй, прощай! Ха-ха-ха-ха! В ручке находится магазин На 30 шаров Вроде как Ну, я не считал, если честно Для того, чтобы его изъять Необходимо нажать на кнопку Для этого надо дотянуться большим пальцем Или указательным пальцем Левой руки И просто, собственно О, боже, какой он А-а-а! Он маленький, тоненький Фу! Нашмар какой Все потому, что Основную часть пистолетной рукояти Занимает гирбокс А-а-а! Как я уже и сказал Затвор выполнен из металла Разумеется, это не сталь Это некий сплав Скорее всего, силумин Именно он и придает Основную массу Этому пистолету А также еще, наверное, моторчик Придает хорошую массу И аккумуляторная батарея В общей сумме Он весит 970 грамм Если не ошибаюсь Прикольная штука Сзади это курок Но с ним надо быть Крайне аккуратно Почему? Потому что Вот почему Под затвором у нас прячется Аккумуляторная батарея На 500 мА 7,2 вольта Она вставляется точно так же Как и в дигле Для того, чтобы ее вытащить Надо просто отжать Вот здесь вот педальку Да екарный папай Аккуратней Стволик стандартный Система хоп-ап Колесиком подкручивается Весьма расшатанный Разболтанный И скорее всего при стрельбе Будет менять немного направление Но зато очень легко регулируется Он гирбокс И собственно из этого все Ну если только еще магазин Для тех, кто приобретает данную игрушку Рекомендую в первую очередь спилить мушку Предохранитель у данного пистолета Находится Возле спусковой скобы Для того, чтобы снять с него Нам необходимо передвинуть флажок вверх Да, это здорово Но для того, чтобы поставить на предохранитель Нам необходимо Вот с этой стороны Нажать на педальку Ну на кнопку Как хотите так называйте И уже с этой стороны Второй рукой Поставить пистолет на предохранитель На затворе у нас имеется Еще один переключатель Он выполнен как справа Так и слева Но справа его хрен сдвинешь А слева он передвигается Вот казалось бы По идее вещей Что это такое? По идее это должен быть предохранитель А вот хрен вам Это переключатель огня Абсолютно точно Вы не ошиблись Этот пистолет имеет режим автоматической стрельбы Для того, чтобы его переключить Такому коротколапому, как я Нужно все-таки две руки Ну можно вернуть в одиночный огонь Единственное, что одной рукой Вот не знаю Считать автоматическую стрельбу Преимуществом этого пистолета Или его абсолютным идиотским недостатком Потому что ну блин Ну пацаны Ну пастаны Орел Ну автоматическая стрельба Ну е-мое Ладно там магазин от 30 патронов Хрен с ним Ну блин Автоматическая стрельба В дезерты игле Из приятностей Что в этом пистолете Приятность у нас Это планка Пикадени Которая у нас находится под столом Для того, чтобы вы могли закрепить сюда Фонарик Лазерный целеуказатель Тактическую рукоятку Оптический прицел Но абсолютным и неоспоримым преимуществом данного пистолета Является его стоимость На рынке И она составляет Порядка 3000 рублей в среднем Из тактико-технических характеристик На выходе 0,20 шаром Потрясающие 60 метров в секунду Я буду стрелять 0,28 шаром Что значит Очень-очень мало И очень-очень медленно Самое время испытать данного зверя За моей спиной находятся уже столь привычные цели Это воздушные шарики, вернувшиеся из отпуска И рюмки с наполнительным для пухи эффектности Напоминаю, у нас исходные данные 60 метров в секунду 0,28 шар Просто других не было Я бы двадцатки испытывал, но Ну не было уж, извините И расстояние Начальное расстояние Примерно 20 метров Ну плюс-минус 2-3 метра Но прежде чем стрелять из этой пафосной штуки Я ее немного протюнингую Самую малость Йоу-йоу-йоу Роб цены Опа Мягко говоря, пострелять нам особо не удалось Но на помощь нам придет волшебный монтаж ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, леди и джентльмены, делаем выводы Десерт-игл от компании ЦИМА Электропневматический пистолет В качестве вторичного оружия В принципе, должен показать себя с неплохой стороны Огромным плюсом является стоимость этого привода Огромным минусом является все остальное 60 метров в секунду Постоянно отваливающийся затвор Очень рекомендую его закрепить Чем больше изоленты вы используете, тем лучше Потому что шанс потерять эту штуку очень большой Также, пожалуй, наверное, преимуществом является отсутствие расходных материалов Не надо никакого газа, не надо никакого СО2 Все на электроприводе И тут же минус, это неэнергоемкий аккумулятор, который подвел меня Самый ответственный момент 7,2 вольта 500 мА, который я, видимо, просто забыл зарядить Для кого этот привод? Ну, конечно же, для начинающих И для тех, у кого лапище Больше моей раза в два Потому что обхватить этот пистолет довольно сложно И для тех, кто любит пафос Если ты не сделаешь так и не сфотографируешься Твоя жизнь прожита зря Потому что в руках у тебя легенда Пустынный орел Пафос, пафос, пафос И музыка из Баттлфилда Ну, а на этом у меня все Или почти все Для тех, кто не видел мои предыдущие видео Жмите вот сюда Подписываемся на канал Ставим пальцы вверх Вступаем в нашу официальную группу Оставляем комментарии внизу Я обязательно их всех прочту И на каждый отвечу И помните Страйкбол вне политики До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok